Приветствую вас. Как вам быть конкретно, сказал мой коллега. В принципе, я не думаю, что здесь может быть другой совет, другая рекомендация. Ну, именно по данному моменту, потому что действительно, объективно, мы не можем знать, почему мужчина так себя вел или ведет, что заставляет его. Так себя вести. Вот, я этого не знал. Но, смотрите, надо присмотреть, он приглашает вас к себе на массаж. Видеть, виделись вы редко. То есть, знакомы вы, ну, нельзя сказать, чтобы, прям вот, как-то очень хорошо. Ну, и, значит, что происходит? Либо мужчина ожирал от вас каких-то действий, какого-то поведения, да? Каких-то реакций, вот. Может быть, он ожидал, что вы будете более активны, скажем так, по отношению к нему. Может быть, он ожидал, там, еще каких-то от вас действий и так далее. Вот. То есть, вариантов, в принципе, может быть много. Но однозначно, что то, что между вами произошло, да, ему не понравилось. И он, скорее всего, остался разочарован тем, что произошло. Может быть, он считал, да, что вы должны были проявить инициативу в сексе, ну, в интимном сближении, да, чтобы этого не делал он, дабы не казаться вам, там, маньяком каким-нибудь и так далее. Вот. Но при этом он знал, что вы знали, что он хотел, вот. Но вы ему этого не дали, да, вот, вы такая плохая, вот. Может быть, такая ситуация, конечно. То есть, вариантов, еще раз повторю, вариантов может быть очень много. Вот, очень много, может быть, вариантов. И, как бы, какой из вариантов ваш, зависит, пожалуй, только от самого мужчины. Матовый вход. Каков его психологический портрет вашему мужчине. Ну, если вот предположить, да, что вы его, этот портрет, например, опишите. Ну, вот этот вариант более подходящий для вас. Значит, вы говорите, вы говорите. Стоит ли вообще тратить время на этого человека? Это зависит от вашего отношения к нему, к нему. То есть, если вы испытываете симпатию к нему, к этому человеку, если он вам нравится, если он вас интересует, если вы, ну, заинтересованы в том, чтобы с ним быть, например. Если вам хочется с ним быть, то, конечно, стоит. Стоит тратить внимание. Конечно, безусловно. Но нужно понимать, что человек, да, мужчина, он вам, как бы, в принципе, не должен ничего. То есть, он может вам ответить взаимностью, а может и не отвечать. И если вам нужна именно взаимность, да, если вы нацелены именно на нее, на взаимность, то тут, наверное, внимание, тут, наверное, время свое тратить на человека не стоит. Почему? Потому что внимание вам он может не дать. То есть, по крайней мере, в той форме, в какой вы хотите его получить для себя, он вам этого, может, не дать. Вот он вам опять все сделал, да? Вот. И как бы, как бы, теперь, теперь он чего-то от вас ждет. Теперь он чего-то от вас ожидает. Это уже говорит о том, что между вами есть, как бы, недопонимание, недопонимание, да? Вот. И обычно это недопонимание, если оно возникает уже сейчас, на данном этапе. Его довольно сложно преодолеть, потому что, ну, для этого приходится усилия предпринимать. Вот. А предпринимать усилия далеко не всегда хочется человеку. Вот. Далеко не всегда это ему легко дается. Вот. Поэтому вы подумайте, если вам человек дорог, если вы можете без вреда себе тратить усилия, время на то, чтобы налаживать с ним отношения, попробуйте. Но если нет, если вы чувствуете, что вам нужно что-то попроще, если вы чувствуете, что вам нужно что-то полегче, да? Что-то по, ну, более прозрачнее. Вот. Что, соответственно, будет лучше, если вы перестанете на этого человека обращать внимание. Вот. Я думаю, так. Можно ответить вам на вопрос. Что касается разницы в возрасте. А, как мне быть в этой ситуации, как правильно себя вести? Ну, вот. Исходя из того, что я сказал, да? То есть, если он вам нужен, и вы готовы попробовать, то, соответственно, вам нужно подойти, поговорить, сказать, ну, как есть сразу. То есть, тут важно, чтобы не было договоренностей каких-то между вами. Ну, вот. То есть, просто высказать свою позицию. То есть, спасибо, например, мне очень понравился массаж. Вот. Я заметил, например, вот, что я от меня отдалился. Вот. Хотелось бы узнать, почему так получилось. То есть, что я тебя чем-то обидел, может быть. Вот. И так далее. Вот. Ну, и, соответственно, если человек вас заинтересован, как вы говорите, то он обязательно даст какую-то обратную связь, и вы сможете к чему-то прийти. Если человек не заинтересован в вас, обратную связь он не даст, то это будет означать, что, опять же, на этого человека не стоит тратить все время. То, что у вас разница в возрасте 15 лет, ну, знаете, дело не в том, что это пугает вас или не пугает. Дело не в том, что пары счастливы или нет. Дело немножечко в другом. Дело в том, что вам медвизит в отношениях. То есть, почему вы выбираете мужчину, разница в возрасте с которым вклад составляет 15 лет. Вот чем обусловлено это? Ведь по-любому вы не воспринимаете его как равного себе. По-любому есть, ну, какое-то разграничение данного момента. Вот, собственно, про разграничение и, ну, нам будет отдельно вам подумать, то есть, каких отношений вы хотите вообще. Вот. И чем обусловлен ваш выбор. Понимаете, да? какой момент важный. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Буду благодарен. если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.